Засушливая погода может принести серьезные продовольственные проблемы. В нескольких районах Саратовской области объявлен режим ЧАЭС из-за засухи. Аграрий региона на грани паники, ведь уже сейчас ясно, что в этом году урожай будет рекордно низким. Ущерб сегодня оценивается в 4,5 миллиарда рублей. А то ли еще будет, если погода так и не сменит гнев на милость. С полей Балаковского района материал Елены Петровой. Уже сейчас видно, что кроме таких культур, как озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, уже страдает и подсолнечник. Под натиском засухи сдается даже обычно устойчивая к жаре культура. На полях хозяйства Алексея Бирюкова погибает подсолнечник и кукуруза. А пшеница и лен уже вряд ли восстановятся. Влаги в почве кот наплакал. В прошлом году мы были на озимой пшенице с урожайностью 40 центнеров. Была вот такая стерня. Это была очень плотная стерня, то есть хорошо раскущена. Полные колоси налитые. То есть хороший был урожай, хорошее было качество, натуру пшеницы. Сейчас мы такого урожая не ожидаем. Алексей боится подсчитывать даже примерные убытки. Говорит, их тут на миллионы рублей. Если дождь так и не пойдет, они увеличатся раза в два. То, что сейчас еще можно спасти, погибнет в ближайшие недели. Нам бы нужны идеально какие-то постоянные небольшие дожди, чтобы мы все убрали, все посели. Ну, тут хотя бы шанс, что мы получим другие культуры, которые у нас есть, если будут дожди. Это, например, подсолнечник, кукурузу, нут у нас еще есть. Лен, которым посели небольшую площадь, у нас тоже уже сгорел. В этом году природа словно ополчилась против сельхозпроизводителей. Мало того, что дождей не от свистны, так и запасы воды в почве после половодья не порадовали. Влага в земле не задержалась. Была бы в регионе нормальная система орошения, сетуют аграрии. Все было бы иначе. Но чтобы восстановить то, что разрушили после перестройки, нужны огромные деньги. Не нужно слишком больших усилий для того, чтобы восстановить это орошение. Но, к сожалению, сейчас, конечно, все упирается в финансы. Сейчас для того, чтобы построить орошаемый гектар один, необходимы затраты в объеме где-то 150 тысяч рублей. Уже сейчас ущерб от засухи превысил 4,5 миллиарда рублей. И это только приблизительные цифры, которые могут увеличиться, если погода не изменится. Прогноз неутешителен. Аграрии потеряют 1,8 часть зерновых. Режим ЧАЭС уже объявлен в нескольких районах Саратовской области. Но его планируют ввести на территории всего региона. Чиновники уже продумывают, какие меры поддержки смогут предложить сельхозпроизводителям. Какой бы хороший год ни был, все равно где-то возникает чрезвычайная ситуация. Или по переуложнению, или по граду, или по засухе. И почти ежегодно оказывается какая-либо поддержка. Может, не напрямую финанс пролонгируется. Долги по кредитам, по лизингу, по другим направлениям. Поэтому все будет зависеть от решения руководства. Аграриям теперь предстоит подготовить документы для оформления компенсации. Все данные областной минсельхоз перенаправит в федеральный центр.